Утро доброе! Прям хочется спеть. Кропыва ты моя, кропыва! Но это не кропыва и не конопля даже. Это просто еду из парковки школьной. И сегодня едем вместе с вами, потому что у меня влог на колесах. Сегодня я еду во много разных мест и беру вас с собой. Приятного просмотра! Сегодня день, когда я буду много ездить, поэтому начинаем пока с грязного Opel. Но на Маздочке сегодня тоже придется поездить. Представляете, в моем еврейско-украинском семействе есть человек с российским гражданством. Слава Богу, это не муж, но это свекровь. И сейчас я еду в Хайфу, беру свекровь под мышку. Мы едем в Хайфу продлевать ее российский паспорт. Зачем? Ну, потому что свекровь получает российскую пенсию. Сейчас она не получает из-за всех этих событий. Но очень надеемся, что вскоре станет получать. И российский паспорт в нормальном сроке, то есть не просроченный, ей однозначно для этого понадобится. Поэтому едем в консульство российское, в Хайфу. Если у свекрови есть право на эту пенсию, она получала ее годами, то сейчас, сейчас, самое время, конечно же, пусть это будет и 100 долларов в месяц, но забирать эти деньги, чтобы в России они не оставались. Ибо нечего. Ибо нечего. Вот такая я коварная. Развивается флаг израильский над израильской степью широкой. Хорошая у нас погода, в общем. Чуть-чуть-чуть. Справа банановые рощи, слева колхозы израильские. Какая же здесь пустыня. Тут степь широкая и опять флаг. Обожаю зимой израиль, потому что он весь зеленый, красивый и классный, и солнечный. А вот и поезд. А впереди уже и Хайфу. Полчаса с Паркасхана ехать в Хайфу. 35 минут. Прекрасно. 14 минут ехать по городу. Хайфу большая. И холмистая. Слева вообще красота неописуемая. Но я за рулем не могу вам эту красоту показать. Нижняя Хайфа с видом на море. Шикарная. Я на обочине даже остановилась, чтобы показать вам эту красоту изверху вниз. Море, 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 дома. Российское консульство находится в таком арабском районе в Хайфе. Но здание красивое, старое. Вот такое вот. Как это называется? Колючая проволока. За колючей проволокой. В общем, идем в тюрьму. Никто не хочет в тюрьму. Вообще людей нет, видите? Ни одного. Никому пенсия российская не нужна. Вот так вот. Фух. Вот это местечко депрессионное. Пипец. И это я была там только 10 минут. Боже, какие я не могу. Как сотрудники? Просто лично мне не вписывается, как настолько строгим можно быть. Я, конечно, в МВД израильское хожу, но там все равно хоть где-то улыбку пропустят. Хоть какую-то улыбку. Тут просто столкнулись с тем, что мы подавали на новый паспорт. И они спросили место рождения свекрови. А она родилась в эвакуации, где-то в Уральске. Черт знает где. Еще Казахстанская народная республика. И, короче, она говорит, а это область? А что это? А это район? А что это? Я вообще не знаю, где этот Уральск. Я там ни разу не была. Свекровь, если честно, она уже вообще путается, что где что. Ну, свидетельство о рождении, понятно, что мы с собой не брали. Телефон у меня, ну, как бы отобрали, телефон забрали, сумку положили в ячейку. Я говорю, ну, загуглите, посмотрите, что там тогда было. А она такая, а вы должны сказать. Говорю, ну, извините, значит, я плохо географию учила. В общем, неприятная обстановка. В этом окошечке оплатите, а в этом окошечке сфотографируйтесь. И таким ровным тоном, и таким серьезным тоном. Просто пипец, ни одной улыбки на лице. Ваш документ будет готов через три месяца. Следите за информацией на сайте. Обязательно закажите очередь. И до свидания. И все таким тоном, что пипец. Я не знаю, что за искусственные люди. Просто извините, может, я чего-то не понимаю, но я давно не была в таких учреждениях. Просто я просто в любые израильские учреждения захожу на расслабоне. Как-то так, ну, по-дружески, нормально, на общении. А тут ты заходишь, и сразу такая, блин, тюрьма. Реально. Я даже сразу вспомнила, как мы делали на Кипр, допустим, визу, когда расписывались. Это было чур знает когда, 10 лет назад, 12. И то как-то не так все строго, ну, вообще. Вот уже и в Хадере. А послевкусие осталось. Я не знаю, как в других консульствах. Я не была нигде больше. Может, в украинском, в Тель-Авиве тоже так. Но что-то давно я такой строгости не наблюдала. Ну, серьезно. После такого посещения мне медитация дополнительная нужна. Поэтому едем, покажем квартиру. Прямо вместе со свекровью. А что, надо же когда-то подключать агентов. Так вот, чем мне помощник? Вот моя медитация. Приехали. А тут рядом с домом такой красивый букет, куст розовый. Квартирка. Делается ремонт частично. Балкончик есть прикольный. В одной спальне даже есть кровать, кондиционер тоже есть. А во второй нет кондиционера, но есть шкаф. Туалет отдельно. И в этой квартире есть ванная. Что плюс как бы для кого-то, но есть. 3 800 хочет хозяйка. Такие вот цены. Условия, значит, квартира 3 800. Арнона где-то 750 за 2 месяца. Ватбайт примерно 200. Свекровь тут за голову просто берется. И условия 12 чеков. Чек бетахон. Чеки на коммуналку. И 2 гаранта. Если нет 2 гарантов, значит, денежный залог в размере 3 месяцев. Ну, аравут банкаи. Вот такие вот пироги. Поехали дальше в Пардесхану. Свекровь высадила. Теперь еду забрать дома свою Мазду. И буду выгуливать теперь ее. Знаете, что означает эта наклейка на машине? Технический осмотр машины. Что он есть. Он действенный. Так вот. У меня остался день. Надо делать новый техосмотр. То есть пройти тест, как говорят в Израиле. И я еду в гараж. В гараж. В инстанцию, где это делают. Блин, я забыла, как это называется. Слиха. Месрат Решуй. Как это называется? Вообще с башки вылетело. Махон. Махон, махон, махон. Махон в общем какой-то. Вот так вот. Солнце влияет на голову. Поэтому беру Мазду и еду ее выгуливать. Я не знаю, с первой попытки я этот тест сейчас пройду. Или надо что-то ремонтировать. Я думаю, что задние шины точно надо поменять. Машина старая. Мы ездим на ней не часто. Но понятно, что из-за возраста что-то где-то изнашивается. И что-то менять дать придется. Ну, в общем, посмотрим. А по дороге... А, я еду делать этот тест в арабской деревне Кфаркара. Почему там? Ну, потому что мне там удобно. Там есть сразу два гаража рядом. Если что-то мне надо ремонтировать, могу там поремонтировать на месте. Обычно там небольшие очереди, потому что в Хадере большие. И так как я туда еду, то по дороге мне еще надо заехать в Хариш. Там кое-что передать. Поэтому еще и Хариш зацеплю глазиком. Ну что, поехали. Уже обеденное время, а у меня в руке один банан. Ну ладно, приятного аппетита тебе, Алла. Харишику скажем привет и пока. И поехали налево. Это более отдаленные районы Хариша, которые уже застраиваются. Вообще-то Хариш скоро застроится уже весь. И все. И кажется, когда он застроится, тут начнет жилье еще дорожать. А я поехала в Кфаркару. Кфаркараш, Динас. Увязла в пробке. Потому что это Афульское шоссе, где по две стороны арабские деревни. Ум-эль-Фахэм-Таэм. Там есть большой арабский город. Ну и, конечно же, многие возвращаются, наверное, в эти города домой. Особенно, допустим, женщин много за рулем, которые, может быть, возвращаются своих детей из сада позабирать или школы. Но это я так, просто рассуждаю. Приехала, стою в очереди. У меня сегодня интернациональный такой день. Была в российском посольстве, где все там на русском таком чистом языке. Теперь заехала сюда. Тут арабы в основном между собой общаются на арабском. А напоминаю, что надо для того, чтобы пройти тест. Это берете с собой решеун рехел проплаченный. Потом теудат зеут. И страховку хова. Платите здесь. Сколько я заплатила? 96 шекелей. Это государственный сбор. Тут очень вежливые специалисты. Он такой, привет, как дела? Вспомнил меня. Просто я тут два месяца назад Opel сюда привозила. Говорю, это моя вторая машина. Ты не думай, что я опять приехала. Он говорит, ну я просто по глазам помню, что знакомая морда. Ну, лицо, ладно, лицо. Видите, я четвертая после трех машин. Это вообще очередь. Клюм. Даже в очереди стоять не надо. Уже сейчас ко мне придут проверять. Очень некачественно, кстати, покрасили мне капот полгода назад в Мазде. Вон, облепилась вся краска. А бы как покрасили, называется. Это дешево. Сейчас он взял этот бланк. Должен все галочки поставить. Если где-то запорит и будет крестик, это значит, что там надо поменять напротив того, что написано. Не прошло и 20 минут. Мне поставили вердикт. Задние шины, как я и говорила. Две штучки. И фонарики. Фонарики. Фары. В общем, иду менять. Экспресс-сервис. Уже меняют задние шины. 250 шекелей каждая шиночка. 500 шекелей, как не бывало. А что делать? Брым-брым-брым. Я чувствую себя здесь прекрасно. Одни мужики и Алла. Прям вот как в своей тарелке. О, как делают. Полиш по на 7. Протираю чучки. Теперь меня видно. Как для русских на территории. Говорит, только для русских делают так чисто. Говорю, я украинка. Говорит, окей, это еще лучше. Мужики уже за меня работают. А что? Помогают. После того, как тебе все сделали, ты опять становишься в очередь и по второму кругу быстренько проходишь, чтобы они проверили, что у тебя действительно все поменялось. И тогда должны дать наклеечку. Не на лоб, конечно, но я уже согласна на все. Только отпустите меня домой. Любимое телодвижение во всем этом процессе. Это наклеить новую наклейку с тестом. Ура! Итого. Техосмотр обошелся мне в 700 шекелей. 96 шекелей государственный сбор. 500 шекелей замена двух шин. И 100 шекелей полишь фонариком. Фонариком, фонарей. Как это называется? Фар! Все, я поехала. Вслед в солнышку. Следом за солнышком я поехала. Ой, какое солнышко. Прям не верю, что я подъезжаю к дому и больше никуда сегодня не поеду. Тьфу-тьфу-тьфу. Хоть бы не сглазить, по крайней мере, не планирую. Накаталась за целый день по самую завязку. Поэтому влог на колесах заканчивается. Но не заканчивается мой день, в том числе рабочий. Но это уже все из дома. Звонки, какие-то там еще вещи, куча сообщений. Это все из дома. А на сегодня все. Всем спасибо, что были вместе со мной. Надеюсь, я вас сегодня покатала по новым для вас местам. Местам. И встретимся в следующих видео. Пока-пока. И наконец-то я сейчас что-то покушаю. Аж сама обрадовалась. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok